Яблоки – это кладезь пектинов и клетчатки, хорошо усваиваемое железо на фоне присутствия витамина С. Перекус яблоком и вкусен, и полезен, а яблочный компот не только утоляет жажду, но и насыщает организм витаминами. Однако, чтобы сохранить их в максимальном количестве, необходимо правильно варить компот. Его можно делать из свежих яблок, из сухих, закатывать на зиму. Для каждого случая рецепт приготовления свой. Энтон-пепеп. Выбирайте для компота только красивые и свежие яблоки, лучше кислых сортов, можно слегка недозрелые. Чтобы дольки не почернели, пока закипает вода, можно опустить их в чуть подсоленную воду или с добавлением лимонной кислоты. После этого их нужно хорошо промыть перед варкой. Чем кислее яблоки, тем меньшего количества времени на варку они требуют, чтобы не развалились. Как варить яблочный компот? Из свежих яблок. Выберите целые и красивые плоды, около 10 штук. Хорошо вымойте. Разрежьте на 8 частей, выньте сердцевину и плодоножки. Забросьте яблоки в кипяток 3 литра и добавьте сахара по вкусу, около 150 граммов. Дождитесь, пока компот опять закипит, а сахар растворится, 1-2 минуты, выключите его. Закройте крышкой и дайте постоять. Около часа, чтобы настоялся. Некоторые предпочитают добавлять сахар сразу и варить сироп, и только потом уже забрасывать дольки яблок. Для дополнительного и более насыщенного вкуса можно добавлять любые фрукты и ягоды, и даже кабачки. Компот из сладких яблок можно чуть подкислить добавлением цедры или лимонной кислоты. Некоторые гурманы в зимнее время перед подачей горячего компота добавляют в него пару ложек алкоголя. Коньяка, ликера, рома, вина. Такая смесь лучше согревает замерзшее тело. Из сушеных яблок. Предварительно нужно отобрать красивые и аккуратные сухофрукты, хорошо промыть их теплой водой. Чтобы сохранить максимум полезных веществ, сушеные яблоки нужно залить кипятком и поставить настаиваться пару часов. Но сухофрукты выходят жесткие, а компот ненасыщенный. Поэтому на 400 граммов яблок берут 1 ст, сахара, добавляют все это в 2 литрах кипятка и варят около получаса, пока плоды не всплывут. Для придания вкуса можно добавить еще 1 грамм лимонной кислоты. Очень хорошо в этот компот добавлять и другие сухофрукты. Груша, вишни, изюм, курагу, чернослив, инжир, шиповник. Можно по вкусу добавлять корицу, половину палочки, гвоздику, 1 звездочку, лист сушеной мяты, десяток цветков липы, пару кусочков лимона или апельсина. Некоторые хозяйки добавляют сахар в компот уже после того, как достанут из него яблоки, чтобы они не впитали в себя лишний сахар. Однако, если вы планируете не только выпить компот, но и съесть из него сухофрукты, так можно не делать. Для закатки. Выберите красивые яблоки, хорошо их вымойте. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Если фрукты небольшие и аккуратные, то можно закатывать их целиком, особенно это подходит для кислых яблок, не подверженных действию червей. Только нужно обрезать хвостики. Остальные яблоки либо разрезаются пополам, удаляются плодоножки и сердцевина, либо разрезаются на 8 и более частей. Простерилизуйте банки, приготовьте сироп, 200 граммов сахара на литр воды. Уложите яблоки на дно банки до третьей или половины ее высоты. Далее есть два способа. Либо залить их холодным сиропом и закатать, либо горячим закатать, перевернуть горлом вниз и поставить на ровную поверхность. Некоторые хозяйки для придания вкуса яблочному компоту добавляют в него другие фрукты, шиповник, облепиху, ревень, лимонную и апельсиновую цедру, корицу, гвоздику, кардамон. А для придания другого цвета – черноплодную рябину, черную смородину или чернику. Помните, что чем меньше вы варите компот, тем больше сохраняется в нем питательных веществ, а свежесваренный компот полезнее закатанного. Старайтесь уменьшать количество добавляемого в него сахара, в идеале варить и пить компот вообще без него, тогда и витамины лучше усваиваются, и организму только польза за счет отсутствия. Сладости. Яблочный компот рекомендован при малокровии, артрите, заболеваниях печени и кишечника. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.